Владимир Гройсман с визитом в Великобританию. В Лондоне он пробудет три дня. Сегодня украинский премьер встретился с Терезой Мэй в ее резиденции. О чем они говорили на Даунинг-стрит-10, узнаем от нашего британского сапкора Светланы Чернецкой. В эти минуты премьер Гройсман участвует в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития. Куда он отправился сразу же после переговоров с британским премьером. Тереза Мэй встретила украинского коллегу на крыльце Даунинг-стрит-10, после чего пригласила на беседу. По словам Гройсмана, обсуждали политическое сотрудничество, а также помощь Британии в оборонной сфере и проведении реформ. Ну а поскольку Соединенное Королевство выходит из Евросоюза, а соответственно из всех европейских договоров, то Киеву и Лондону нужны новые двухсторонние соглашения. Мэй и Гройсман решили начать консультации по введению зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией. Хочу подкреслить, что Великобритания для нас является важным стратегическим партнером, которая никогда не изменяла свою позицию, а завжди поддерживала Украину в всех прагнениях. Абсолютно четкая позиция о поддержке нашей территориальной целостности, о заслужении агрессии Российской Федерации, о поддержке санкционной политики по отношению к агрессору. Мы имеем сегодня полное понимание нашей взаимодействии. Ключевое мероприятие этого визита состоится завтра. Лондон организовал совместную конференцию по реформам в Украине. Идея принадлежит министру иностранных дел Великобритании. Борис Джонсон уверен, миру необходимо демонстрировать достижения Украины. Он призывает оставить в прошлом старое представление о нашей стране как о коррумпированном государстве. Так что завтра представители украинского правительства расскажут, какие реформы внедрили за последние три года и будут убеждать инвесторов, что с Киевом можно иметь дело. В контексте реформ мы поинтересовались, что думает Владимир Гройсман об отсрочке транша МВФ. Напомню, деньги должны были поступить в июне-июле, но из-за того, что парламент так и не проголосовал по пенсионной и земельной реформам до каникул, выделение кредита перенесли на осень. Гройсман заверил, что на экономике страны это не отразится. Я бы не терапевтизовал ситуацию. Посмотрите, у нас золотовалютные резервы Украины срастают. Только фактически сегодня можно сказать, что мы движемся в абсолютно нормальном графике. Но я наголошу на том, что реформы нужны не нашим международным партнерам. Реформы нужны Украине. В Лондоне сейчас находится большая делегация правительства, в том числе и вице-премьер Ивана Климпуш-Цинцадзе, министры финансов, обороны, здравоохранения и иностранных дел. Всего около 30 человек. И все они завтра примут участие в этой большой конференции по реформам. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.